Молоточек один и двоится? Всем известный молоточек невролога. Когда-то заглядевшись именно на него, юная девочка в Дагестане выбрала профессию врача. В неврологии изначально я выбрала эту профессию, так как сама с детства посещала этого доктора. И всегда интересно было, как этот доктор может просто одним молоточком определить какую-то иную патологию, что связано с нервной системой. Абидатум Аталиева, врач-невролог в новой поликлинике Ромашково. В продолжении темы «Молоточка» уже здесь, в селе, произошел один случай. На первичном осмотре с тем самым инструментом доктор заметил у пациентки симптомы, из-за которых решил отправить ее на срочное КТ. Чуть ее и опыт не подвели. У больной обнаружилась опухоль в головном мозге. Интересен тем, что выявлена была патология именно на ранних стадиях. То, что мы не дали развиться данному заболеванию. Абидат Альмурзаевна отучилась в Волгоградском госуниверситете. Пять лет проработала в одной из поликлиник Волгограда. Говорит, путь сюда в Ромашково можно назвать просто чудесным. Дело в том, что работать в новой поликлинике отдельно, независимо друг от друга, позвали и ее, и ее супруга, врача-травматолога. Подмосковное село пополнилось новой семейной парой, а поликлиника – хорошими специалистами. Как приехали сюда, это было где-то в начале сентября, мы были в поисках работы. Естественно, мы выбирали, и как бы Ромашково нам подошло по всему. Профессиональные планы для себя Абидат формулирует просто – методично поднимать свой уровень знаний. Но это глобальную цель врач разбивает на конкретные достижимые задачи. Получить категорию по неврологии, она будет через год только, вторая категория. Усовершенствовать свои знания, ходить на конференции. Абидат – одна из немногих врачей поликлиники, кто живет прямо в селе Ромашково. Все ей тут нравится, уже начинают узнавать в магазинах. Говорит, если все складываться будет по плану, готова с мужем пустить здесь корни. Василиса Ивашкина, Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова